В этом видео затронем топографию передней поверхности предплечья. На передней поверхности предплечья выделяют три борозды. Это локтевая борозда, это лучевая борозда и это срединная борозда. Начнем с локтевой борозды. Локтевую борозду ограничивают мышцы. Медиально это локтевой сгибатель запястья, который принимает самое медиальное положение на передней поверхности предплечья. Латерально это поверхностный сгибатель пальца. Между этими мышцами проходит локтевой нерв, локтевые вены и локтевая артерия. Это легко запомнить. Далее перейдем к лучевой борозде. Лучевую борозду латерально ограничивает плечи лучевая мышца. Медиально лучевую борозду ограничивает лучевой сгибатель запястья. Между этими мышцами проходит сосудистонервный пучок, который состоит из поверхностной ветви локтевого нерва, лучевая артерия и лучевые вены. Отличие от локтевой борозды заключается в том, что здесь проходит не сам лучевой нерв, а его поверхностная ветвь, то есть поверхностная ветвь лучевого нерва. Далее перейдем к срединной борозде. Срединную борозду ограничивают также мышцы. Причем медиально располагается поверхностный сгибатель пальца, который был расположен в латеральной стенке локтевой борозды. И латерально располагается лучевой сгибатель запястья, который был медиально расположен в лучевой борозде. Между поверхностным сгибателем пальцев и лучевым сгибателем запястья проходит единственное анатомическое образование. Это срединный нерв, нервус медианус. Продолжение следует...